Вместо пьемши. В чем дело, ведь мои друзья все богатые стали. Все машины имеют, дома имеют. Вы знаете, Раба Игоревич, если бы говорит, мне бы Бог дал бы богатство, я бы пошел по религиозной части. Я бы полностью ушел бы от ховщей, от свободы. От мирской жизни. Да, пошел бы по религиозной части. И вдруг однажды какой-то лотерейный билет, что ли на миллион, на два, какой-то выигрыш у него. И он идет, покупает дом себе, машины, обстановки. Ну, абсолютно еще половина богатства осталась. Он идет, бежит на Раба Игоревич, говорит, вы знаете, говорит, вот такое дело. Я стал очень богатым. Я, говорит, теперь пойду по религиозной части. Не прошло месяц-полтора. На машине вместо дезеля, новая машина. Он такую аварию делал, когда он уже божественным стал, что ноги, руки переломлены. Это вообще от машины вообще ничего не осталось. Взяли его в больницу. Рабаи пошли туда. И он в здравом уме говорит, Рабаи, вы можете объяснить мне. Я, говорит, пошел по религии. Все исполнял. Но почему мне бог вот опять такую кучу сделал? В это время главный хирург заходит в больницу и говорит, завтра мы его будем оперировать. И у него там гипс будет, там где-то 10-20 дней. И все у него пройдет. Ну, Рабаи обрадовались, что серьезно ничего нету там по болезни. Пришли завтра на операцию. Трое Рабаев ждут около двери, где операционный зал. Он сказал, что за час операцию закончили. Проходит час. Проходит два, три, пять, шесть, семь. Хирург не выходит. И вдруг открывает дверь, хирург выходит и говорит, встопает. Скажите, пожалуйста, что он такое сделал для Бога, что он теперь останется живой на то время. Оказывается, 7-8 часов оперировали по причине. Когда они открывать стали ноги, руки эти, две опухоли нашли, раковые. Раковые, которые с метастазами уже, если бы не месяц-два, пошли бы уже метастазами. Убрали вот эти раковые клетки, шесть-семь часов, до корня. И эти хирурги сказали, что это была причина нашей операции, чтобы в 7 часов завязать. Теперь он будет очень долго жить. Рабаи, как только хирург ушел, зашли, объяснили это буквально, потому что наркоз уже кончил. что ты не зря потом проведешь на дороге, что у тебя вот эти двухкачественные опухоли убрали, и ты теперь долго будешь жить. Ну, 10-15 дней прошло, гипсом его сняли, и стал он здравствовать. Поэтому Ахайор Батай. У кого в душе боль к Богу есть, Бог никогда этого человека не забывает. Анахамих, Амим, Роза, Куран, который делается. Когда Анахамихель, Аврох, это у нас говорили буханский, худо на ката, Аврох, садашову, худо садашову, но где Аврох, садашову. Почему? Потому что Бог во многих книгах говорит, они ешь раку. Я ешь жалостливый, я могу простить. А если в душе, там в конце края нет. Потому что я уже почти 20 лет работаю в полерах, в Ахаратке, в Батке. Я знаю, что такое духи. Поэтому вы можете все, горе, все гордо подкрытой головой ходить, чтобы быть для хвалашки, для опашки, как вы называли ее. Все для нее делали. И, колокол, большое вам спасибо нашим людям, которые сегодня пришли исполнять годовщину нашей хвалашки. Араба вам, Рива, вам слово сказали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова